Приветствую всех любителей резать на нашем канале. Сегодня мы с вами посмотрим на новинки от компании SOG, поступившие в наш магазин. Помимо ножей сегодня будут также еще и мультитулы, поэтому скучно точно не будет. Присаживайтесь поудобнее, давайте смотреть. Начать сегодня предлагаю с мультитулов. Почему? Да потому что их просто раньше не было на нашем канале. И честно признаться, я кроме как с мультитулами от компании Leatherman, раньше дел особо не имел. Именно поэтому мне лично интересно взглянуть на мультитулы от SOG. Давайте смотреть. Первыми у нас идут два вот таких вот небольших мультитулчика по сравнению с, допустим, вот этой вот старшей версией. И что мы с вами видим? Данный мультитул называется у нас с вами PowerPint. И второй у нас с вами называется PowerLiter. Отличаются они по набору инструментов. Это можете увидеть вот здесь вот на обратной стороне упаковки. И нужно сразу сказать, что запакованы это вот так вот все в блистере. Поэтому давайте сейчас распакуем оба этих мультитулла и посмотрим, что же там у нас с вами внутри. Итак, первым у нас будет с вами PowerPint. Вот такой вот небольшой черный весь в покрытии мультитул, весь в масле. Сразу нужно отметить, что присутствуют у нас с вами клипсы на карман. И в сложенном состоянии это дело все выглядит у нас с вами вот так. Так, очень компактный, очень такой приятный, тяжеленький и, в общем-то, особо места нигде не занимающий. Очень нравится мне вот эта вот система, как раскладывается мультитул от компании Sock. Обратите внимание, что присутствуют у нас с вами вот такие вот шестереночки вот в данном месте. И, соответственно, вот так вот это дело все у нас с вами работает. И второй мультитул это у нас с вами уже PowerLiter, который выглядит вот так. И, собственно говоря, сразу видно из коробки отличия. У нас с вами вот самое такое основное, самое ключевое, это, конечно же, то, что PowerLiter у нас имеет с вами штопор. Вот, к слову, сказать, что штопор, например, очень такая нужная. Иногда бывает штука, ну, для чего, я думаю, сами догадаетесь. Что ж, давайте начнем рассматривать мультитул PowerPint более подробно. И давайте просто откроем сразу все, что у него здесь есть. Ну, помимо того, что у нас с вами здесь есть такие вот плоскогубцы, они же пассатижи, кто как это называет. И, собственно, что мы имеем здесь еще? Во-первых, мы с вами имеем здесь ножнички. Ножнички, кстати говоря, очень штука полезная, постоянно пользуюсь на своем викториноксе. Что-то где-то отрезать, что-то где-то подрезать, какую-нибудь ниточку, очень даже удобно. Далее у нас с вами идет вот такая вот открывалка, также у нас с вами здесь идет отвертка. И, собственно, с другой стороны давайте посмотрим. У нас здесь идет с вами нож, идет у нас с вами, судя по всему, шилка. Идет у нас с вами здесь отвертка. И, собственно, у нас с вами здесь идет еще и стропорез. То есть вот так вот это дело все у нас с вами выглядит. Ну и давайте посмотрим, что у нас присутствует уже на мультитуле PowerLiter. Также, помимо того, что присутствуют у нас с вами плоскогубцы, также у нас с вами присутствует здесь штопор, который мы с вами уже видим с самого начала. И, собственно, давайте открывать далее. А далее у нас с вами идет также клиночек, также идет у нас с вами шилка небольшая, также идет отвертка, также идет здесь стропорез. А с другой стороны уже должны быть отличия от предыдущего оратора. Собственно говоря, у нас с вами здесь также ножнички, также открывалка, также отверточка. И также у нас с вами здесь еще присутствует консервный ключ. Он же, опять же, еще должен быть отвертка. Нет, это у нас с вами не Victorinox. Это у нас с вами, в общем-то, абсолютно отдельная компания, которая решила сделать по-своему. То есть вот такие вот незначительные, скажем так, отличия присутствуют на PowerLiter от PowerPint. Можете видеть, как это все у нас с вами выглядит в разложенном состоянии. И что нужно заметить, то что у обоих мультитулов это дело все еще фиксируется на замок. Замок, можете видеть, у нас с вами присутствует вот здесь в тыльной части рукояти. То есть, соответственно, вы его отжимаете. Можете видеть, вот он здесь вот механизм. Давайте вот так вот, чтобы было лучше видно. То есть, соответственно, вот это все нажимается. Можете видеть, здесь вот замочек отходит. И, соответственно, вы это все дело складываете. Ну, давайте посмотрим, как это в работе. Собственно, вот единственное, что фиксируется, это все, когда это вот так вот открыто. И, собственно, вот ничего не складывается. Нажимаем на кнопочку. И, собственно, все можно у нас с вами уже сложить. Из плюсов могу сказать, ну, конечно, плюс огромный, это наличие у нас с вами клипса для того, чтобы носить это дело все на кармане или где-нибудь на краю какого-нибудь отделения, скажем, сумки. Ну и в целом, конечно же, небольшой размер этого всего изделия. То есть здесь в каждом из этих мультитулов 18 инструментов. Более подробно можете посмотреть, вот нажать на паузу и посмотреть, что здесь есть, собственно говоря, вот на инструкции. Опять же повторюсь, я никогда не пользовался ничем, кроме Лазермана, сок для меня в новинку. И, в общем-то, очень приятная здесь механика всего вот этого инструментария. Очень приятно, все легко открывается, все фиксируется. Но вот по материалам здесь все достаточно простенько. Как бы здесь, допустим, клинок ножа изготовлен из стали 5 Chrome 15 Malibden Vanadi, что, в общем-то, ну, такое себе. Но, конечно, нужно отдать должное, что и стоит это, в общем-то, относительно недорого. Сравнивать с Лазерманом, честно говоря, не вижу смысла, так как все-таки две отдельные компании. У каждой свое видение мультиинструмента, у каждой свой подход к производству. Ну, для тех, кто, в общем-то, не очень, скажем так, любит Лазерман, или для кого Лазерман это относительно дорого. Хотя, вроде, у них сейчас есть и достаточно, ну, относительно, опять же, недорогие линейки. Можете рассмотреть также еще и мультитулы вот компании сок. Очень рекомендую держать это все в руках, смотреть это все вживую, составлять свое мнение. Ибо все-таки это инструмент, которым вы будете пользоваться достаточно часто. И, в общем-то, здесь, наверное, нужен немножечко другой подход, нежели к покупке ножей. Хотя ножи я также призываю покупать непосредственно через руки. Что ж, давайте переходить уже к другим мультитулам. Что ж, следующий мультитул, это у нас с вами вот такой вот уже достаточно большой, скажем так, взрослый мультитул. Выглядит это все вот так вот, опять же, в блистере. Опять же, 18 инструментов здесь. И, собственно говоря, вот можете предварительно посмотреть на то, как это выглядит, должно выглядеть, скажем так, схематически. Ну, давайте открывать. Все это, опять же, блистерная упаковка, относительно небольшой ценник для мультитула. Что говорит нам, в общем-то, о такой достаточно народной направленности данных изделий. Я вот, честно, по габаритам даже не могу сравнить. Ну, наверное, это ближе к мультитулам от Weatherman из линейки, наверное, Wave. Вот чего-то такого. То есть, в принципе, это такой уже действительно достаточно большой рабочий инструмент. Опять же, также у нас с вами присутствуют здесь плоскогубцы. Также у нас с вами все это складывается по вот этой вот системе с помощью вот этих вот жестереночек, который, можете видеть, вот так вот расходится и сходится. И, в общем-то, ход здесь очень и очень мягенький. Очень приятное, на самом деле, изделие. Но вот единственное, что хочется, конечно, не только в черном цвете вот это получать, но также, возможно, в цвете металлик. Может быть, даже еще в каких-то других цветах. Опять же, как делает компания Leatherman. Хотя, учитывая, что компания Sock все-таки специализируется на каких-то более-менее тактических историях, то, наверное, черный цвет для них абсолютно оправдан. Что ж, давайте смотреть более подробно на инструментарий данного мультитула. И, собственно говоря, также у нас здесь, как и в предыдущих двух, я забыл отметить, присутствует небольшая линеечка. Также у нас с вами здесь, собственно говоря, я уже сказал, плоскогубцы. Также присутствует карманная клипса, что крайне приятно. Также у нас с вами присутствует здесь замочек, что, опять же, не может не радовать, что все инструменты фиксируются. И, собственно, давайте уже их все и откроем. Конечно же, у нас с вами здесь присутствует двусторонний напильничек. Также у нас с вами здесь присутствует открывалка. Также у нас с вами присутствует здесь отвертка. И также у нас с вами здесь присутствует консервный ключ. С другой стороны, давайте смотреть. Первым, по идее, у нас с вами должен быть нож. Да, это нож. Также присутствует отвертка. Также присутствует шилка. И также присутствует у нас с вами еще одна отвертка, только уже поболее. Ну, собственно, вот так это все дело выглядит. Это все достаточно такое, опять же, интересное. Вот, опять же, у нас с вами здесь присутствует замочек, который мы с вами, можете видеть, отжимаем. Вот сейчас попробую показать. Вот он отжимается здесь. И, собственно говоря, все это дело у нас с вами складывается. Вот он у нас с вами защелкивается. Также здесь у нас с вами, хочу отметить, отдельно присутствует отверстие. Отверстие вот здесь вот можете видеть. Для шнура, для того, чтобы продеть сюда какой-нибудь микрокорд. Ибо обычный паракорд пятерка сюда не влезет. И, собственно говоря, для того, чтобы себя страховать с помощью этого самого темлячка. На самом деле, нужно сравнивать. Нужно, опять же, повторюсь, держать в руках. Нужно смотреть, как это все выглядит вживую. Ибо это такая штука достаточно неоднозначная. Все-таки не Вазерман, с которым мы, в общем-то, в большинстве случаев с вами знакомы. Но, вот, тем не менее, такое тоже компания СОК выпускает. Что ж, друзья, давайте переходить к следующему мультитулу. И там все-таки тоже есть о чем поговорить. Ну, а следующий мультитул, это мультитул уже такой, скажем, для спасателей. Вот такие вот это у нас с вами будут ножницы с красными рукоятями. Опять же, все в блистере. Давайте откроем и посмотрим. Вот так это все дело выглядит. Это у нас с вами вот таким еще образом все дело складывается. И у нас с вами в комплекте также присутствует вот такой вот нейлоновый чехольчик, в который это все можно еще абсолютно спокойно убрать. И также здесь присутствует, можете видеть, крепление. Крепление вот такое. Плюс еще у нас присутствует с вами кнопочка для того, чтобы это можно было как-нибудь на пояс повесить как удобно. На разгрузку, на молле. Возможно, тоже это все дело легко себе вполне встанет. Ну, в общем-то, с креплением понятно. Давайте смотреть на то, что же есть в этом самом мультитуле, в этих самых ножницах. Ну, безусловно, небольшая мерная линеечка, безусловно, ножницы. Причем отмечу то, что одна сторона у нас с вами заточена в мелкую пилку. Я не знаю, будет здесь сейчас это видно или нет. Ну, постараюсь вам сейчас это все дело показать. Вот здесь у нас с вами мелкая пилочка идет, а здесь уже идет гладкорежущая кромка. Давайте закроем, посмотрим, что еще присутствует в этом мультитуле. Безусловно, учитывая, что эта вещь разработана для спасателей, у нас с вами присутствует, конечно, стропорез. Также у нас с вами этот стропорез на лайнер локе, что крайне приятно, что очень надежно здесь все дело фиксируется. Возможно, нужно было бы сделать лайнерочек чуть-чуть потолще. Но вот, к сожалению, что имеем, то имеем. Собственно, отпирается все достаточно легко. И с другой стороны у нас с вами уже присутствует также отвертка, шило, небольшой вот такой вот серейтерный клиночек. Видимо, для того, чтобы вспарывать ремни. И, собственно, присутствует у нас с вами здесь вот такая вот открывалка с отверткой. Вот это уже больше похоже на идею компании Victorinox. Ну и, собственно, с другой стороны у нас с вами присутствует вот такой вот небольшой пинцет. Что могу сказать? Штука, на самом деле, для меня лично не очень понятная. Не очень, я понимаю вообще, как я бы лично мог использовать это, скажем так, в обычной гражданской жизни. Но, тем не менее, как я уже не раз говорил про всякие спасательные штуки, что, в общем-то, если у вас это лежит в машине, есть оно не просят. И, не дай бог, но когда-нибудь может пригодиться. Может быть, не вам, может быть, кому-нибудь на дороге, кому вы захотите или будет такая необходимость помочь. Ну и, как такой еще маленький совсем бонус от компании Sock, здесь у нас с вами, можете видеть, в рукояти присутствует такая вот маленькая штучка, которую мы с вами выдвигаем и получаем мы с вами здесь стеклобой. Честно, как удерживать эти ножницы для того, чтобы разбить, скажем так, стекло, я не очень понимаю. Но, вот, тем не менее, стеклобой здесь тоже есть. Хотя, честно, можно было бы его куда-нибудь вот сюда еще и вставить. И, вот, к слову сказать, я совсем забыл про вот эти вот наши с вами первые три мультитула, что если мы с вами их еще и сложим в сложенном состоянии, можете видеть, здесь присутствует такое вот отверстие. Это у нас с вами самый что ни на есть обычный бит-драйвер, куда вы можете вставлять самые обычные биты от ваших отверток и, собственно говоря, где-то что-то, опять же, подкрутить. Не знаю, насколько это будет, скажем так, удобно, но, тем не менее, возможность такая есть. И, честно, вот, в данном случае мне, конечно, вариант компании Везерман со сменными битами нравится немножко больше. Ну, а вы что думаете, опять же, пишите, конечно, в комментарии. Что ж, с мультитулами на сегодня все. Друзья, извиняюсь, я небольшой в них специалист, но, тем не менее, если что, вы меня всегда можете поправить в комментариях. Там же можете задать вопросы. Ну, и в описании к этому видео найдете все ссылочки, по которым можете перейти и посмотреть на мультитул на фотографиях более подробно. Что ж, давайте переходить к ножам. Ну, ножи у нас сегодня, к слову, не совсем-то и новые. Как вы могли уже заметить по вот этим вот двум коробочкам, в общем-то, мы с вами это уже видели. И на Кику, и на Терминус я делал обзоры. Возможно, где-нибудь здесь или в описании будут ссылочки на это все дело. Кому интересно, обязательно посмотрите. Но сегодня эти ножи пришли к нам в обновленном варианте. Давайте смотреть. Итак, это уже называется не просто Кику XR, а это уже называется Кику XR LTE. LTE, в общем-то, значит, это дело все, видимо, light или что-то такое. Ну, давайте достанем, посмотрим. И вроде бы, вроде бы, все то же самое, что было раньше, только присутствует у нас еще с вами отныне версия в оранжевом цвете. Причем оранжевый цвет такой достаточно приятный, оранжевый цвет такой достаточно интересный, яркий, ну и, к слову сказать, очень маркий. Как показывает практика использования ножей с оранжевой G10. Что могу сказать? Ну, все тот же самый Кику XR, дизайн Кик Мацудэ. Очень такой маленький, мощненький, ломовитенький. И вот, к слову сказать, у меня здесь еще лежит старая версия Кику XR. Давайте посмотрим, чем же они все-таки отличаются. Ну, вот, вроде бы, у новой версии, можете видеть, рукояточка такая больше в серой. Здесь же она все-таки более в зеленой Миккарта. Но, тем не менее, здесь есть одно очень сильное ключевое, я бы даже сказал, отличие. А именно карбоновые лайнера. Да-да, именно карбоновые лайнера. Если присмотритесь вот так вот невооруженным глазом на тыльник, выходящий из-под G10 накладки, то вы увидите, собственно говоря, классический абсолютно рисунок карбона. Ну, и также, если мы с вами попробуем заглянуть внутрь, мы с вами увидим, что там все это полностью из карбона. Также увидим с вами этот классический рисунок. И увидим с вами, что там все максимально еще и выбрано, облегчено. И, собственно, для того, чтобы сравнить вес этих двух ножей со старой версией, я ее сегодня сюда и взял. Давайте посмотрим, что нам покажут сегодня весы, какую разницу, ибо в руке она, конечно, чувствуется достаточно. Итак, старая версия весит у нас с вами 162, считайте, грамма. 161,9. Обновленная версия KIKU XR LTE весит у нас с вами 122,9, ну, считайте, 123 грамм. То есть, в общем-то, разница действительно существенная, и разница в руке, как я уже ранее сказал, ощущается. В целом, это все тот же самый KIKU XR, все то же самое, только легче, только на карбоне. И только как-то вот немножечко даже, наверное, будет поприятнее, ибо здесь у нас с вами на старой версии, можете видеть, покрытие такое достаточно темное, я бы даже сказал, черное. На новой версии оно идет вот такое вот серенькое. Также можете видеть, здесь у нас с вами присутствует логотип KIKU Matsuda, и, в общем-то, ну, небольшие различия вот по каким-то клеймам, по дизайну, как вы можете видеть, есть. Если на старой версии у нас с вами просто написано SOC, то на новой у нас с вами уже написано Studies and Observations Group. Также здесь поставили у нас с вами CTS XHP, так же, как и было раньше, и так же у нас с вами на оранжевой версии то же самое, тоже CTS XHP. Плюс еще и с криозакалкой. Что могу сказать? Ну, наверное, это действительно интересно, надо все это дело тестировать. Ну, а у кого такой нож уже есть, пишите в комментарии, что вы об этом всем думаете, нравится вам или нет. Что же, давайте взглянем теперь еще и на обновленный терминус. Ну, и давайте смотреть, что же у нас с вами с терминусом, что же, чем же отличается он. Ну, как я уже сказал, то, что, конечно же, здесь также у нас с вами будут облегченные карбоновые лайнера. Также сразу можете видеть, что присутствует еще и новая версия вот с таким вот золотистым покрытием на фурнитуре, на клинке. Ну, в общем-то, могу сказать так, что лично мне вот это золото на клинке, ну, честно говоря, в данном случае как-то вот не очень-то оно и смотрится. Но, тем не менее, нож вот когда в руку берешь, сразу понимаешь то, что легче просто, ну, придумать сложно. Так, давайте мы с вами достанем второй терминус. Терминус, честно говоря, не очень нравятся мне вот эти вот лжементы, ибо все-таки как-то достаточно тяжко оттуда нож выходит, но тем не менее. Что могу сказать? Ножи действительно невесомые, ножи действительно по ощущениям, ну, вообще в руке чувствуются еле-еле. Смотрите, сразу вес. Кто не видел обзор на терминус от нашего канала, обязательно посмотрите, поищите, где-то тут будет либо всплывашечка, либо, опять же, в ссылках в описании. Ну, и, собственно говоря, давайте смотреть. Итак, весит новый терминус XR LTE 65 грамм. 65 грамм, ну, считайте, 66 против 95 на старом с остальными лайнерами. Это, конечно, ну, очень такая приятная разница. Ну, вот и ради интереса давайте еще черную версию также с вами взвесим. И тут увидим, ну, 66,3. Вот из-за чего такая разница, честно говоря, сказать сложно, но тем не менее. Крайне приятно флипует, крайне приятно работает вообще этот нож. Честно говоря, терминус мне понравился еще в старой версии. Ну, вот, тем не менее, сегодня мы с вами получаем обновленную. Ну, и также, если внутрь заглянем с вами, мы с вами увидим там в выборке в лайнерах для облегчения еще большего. Хотя, честно говоря, уж куда уж больше. Компания Сок, что ты делаешь, прекрати. На клинке у нас с вами CPM S35VN, также кривозакалка. Также это все у нас с вами должно быть очень и очень интересно. Вот, к сожалению, в сегменте именно в модели терминус компания Сок перевыпустила именно ту дорогую версию с 35 на клинке. А вот, к сожалению, версия с D2 осталась немножко, скажем так, неудел. Ну, друзья, тут, видимо, компания Сок пошла по каким-то трендовым, скажем так, историям. Пошла непосредственно в маркетинг. Как-нибудь покруче пропиарить свою и без того не самую дешевую версию ножа. Ну, вот, ну, наверное, как-то это так должно выглядеть. Что ж, на этом, пожалуй, на сегодня все. В принципе, все ножи вы уже и так видели. Опять же, повторюсь, кто не видел, посмотрите обзор. Обзоры были. Могу только добавить, что терминус, он все-таки очень приятный нож. Это, наверное, крайне полезная разработка для компании Сок с точки зрения привлечения новых клиентов. Ибо все-таки это у нас с вами XR-Lock, он же переосмысленный Аксис от компании Benchmade. Также присутствуют у нас с вами в качестве открывания шпеньки подобие руки. Также клипсы у нас с вами переставляемые здесь. В общем-то, нож действительно такая замануха для новичков, замануха для тех, кто только-только пришел в ножевую тему и выбирает, что же ему купить, Bench или все-таки, может быть, сок. Но вот все-таки вот эти ножи в плане ценника уже будут немножечко побольше, чем предыдущие. Поэтому даже, честно говоря, не знаю, что про это все и сказать. Очень странная история, но, тем не менее, очень-очень интересная. Ибо карбоновые лайнера на моей памяти, по-моему, вообще использовала компания в последний раз Fox на модели Suro. И там это был ваш карбоновый фреймлок. Если я не прав, поправьте. Но, по-моему, такое у них вот было. Поэтому, друзья, сегодня как-то особо без фаворитов. Сегодня все такое достаточно спорное, в то же время интересное, в то же время оно какое-то, в общем-то, абсолютно соговское. А как я уже неоднократно ранее говорил, в компании SOG у меня присутствует огромное количество вопросов, касаемо материалов, качества и вот этого всего. Поэтому, что могу сказать? Верьте только своим глазам, верьте только своим рукам. Держите ножи в руках, держите мультитулы в руках, выбирайте все руками по возможности. Ну и, конечно же, ждем вас в нашем магазине. Приходите, смотрите, выбирайте. Ну а на сегодня все. Я надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, было интересно. Лайки, дизлайки – это все вот туда под видео. Туда же грузите комментарии. Хотите – ругайте, хотите – хвалите. Я вам за все буду крайне благодарен. Только, конечно, в рамках приличия. Всем спасибо, друзья, за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова